Привет, мои зайчатки, мои хорошие, мои подписчики! Начинаю снова влог с себя. С себя самый красивый, самый любимый, отдохнувший. Вы видели, как я отдохнула. Тень немножко. Ну ладно. Так, решили мы сегодня с Димой не идти на какой рынок, потому что куча-куча дел, и каждый поход куда-то меня очень сильно выматывает, я очень сильно устаю. Не важно, с ребенка у меня за ручку вышло, просто вышло. Ну не знаю, короче, видимо, я так насидела в декрете, что реально я устаю очень сильно. Вот, может быть, наверное, сегодня вечерком мы выйдем с ним и прогуляемся. Если, конечно, у меня будут силы, потому что сегодня я буду делать абрикосовые пирожки, я планирую в обед сделать их. Ну там тесто легкое, замесите его. Вот, там я уже абрикосики почистила, увидите там в ролике. Вот. Так, что хотела-то? Да, абрикосовые еще, там, может быть, компотик хочу сделать. И, да, еще нам придется, нужно будет в обед мне поставить еще ужин. Потому что ребенку, кстати, я всегда планирую, делаю, стараюсь делать ужины необыкновенные. Каждый день, чтобы он был необыкновенный и отличался от предыдущего. Ну, как обычно бывает, там, на ужин мы все с семьей собираемся, ужинаем там все вместе. Ну, у меня, по крайней мере, было в семье принято все вместе садиться за стол. То есть, не отдельно, там, бабуля, допустим, наложила, сначала один поела, потом второй поела, потом третий, четвертый, пятый. Нет, мы на завтрак, на обед и на ужин садились. Раньше у тети Тани и Сережи не было своей дачи, они приезжали в выходные к нам. И у нас прям, в принципе, мы видели, кстати, на даче огромный большой стол. И вот за этот стол большой мы всей семьей садились и обедали. Например, салатик, там, суп всем разливали. Но, правда, потом посуду было очень-очень много мыть. Мы с сестрой, помню, мыли ее по очереди. Вот, и бабуля, я помню, затрачивала очень-очень много воды. Прям, я помню, набирала эмалированный большой таз. Заливала туда кипятка. Я помню, кипяток, да, бросала туда губку. А на горячую губку мы не можем ее достать. На горячую там аж прям пар идет, а в домике крипичный, там холодно. И вот этот пар идет, и мы не знаем, как ее достать. И мы ее ножом-ножом постепенно. Потом ногтя, у меня ногти тогда были уже длинные. Где-то я лет с 13 начала их уже отращивать. Когда мама перестала мне их стричь, я начала отращивать. И потом стригла только, по-моему, два раза в год или раз в год. Ну, когда они ломались. Вот, и я помню, так, этими ноготочками, за кончик ее так берешь, вытаскиваешь, кладешь на грязную тарелочку, ждешь, пока она остынет. И потом по чуть-чуть, по чуть-чуть начинаешь мыть посуду. Честно говоря, даже немножко обидно то, что бедный дедуля, он же эти фляги тащил на себе. То есть это очень-очень много воды затрачивалось. Каждую неделю мы ездили, набирали, я не знаю, литров по 30, наверное, даже больше. Там одна фляга, я помню, 10 литров, точно 10, она такая, как для меда, алюминиевая. Вот, канистры там какие-то, еще что-то, а, еще было 20 литров, 10, 20, 30 литров получается. И еще там что-то, ну, литров 40-50 каждый раз мы набирали, каждую неделю. И она очень быстро заканчивалась. Вот. А, ужин, да. Вот, и поэтому я планирую, все-таки, стараюсь ребенку сделать какие-то необыкновенные ужины. Ну, там завтрак бывает, кашка, обед там чего-то, обед. А на ужин как-то стараюсь что-то другое. И сама тоже я на ужин люблю покушать. Так вот, вкусненько, хорошо покушать. Вот, поэтому у нас сегодня будет на ужин картошечка. Ну, не знаю, мне очень-очень хочется картошечку, именно с зеленушечкой. Она мелкая картошка, я ее чистить не стала, не люблю чистить мелкую картошку. Поэтому я ее сварила в мундире. Пускай там стоит пока. Вот. И там еще потом остатки запеку. Короче, будет у нас вкусный-вкусный ужин. И плюс потом еще пирожки. Я надеюсь, что они у меня получатся. Вот. Нашла я, кстати, еще крахмал для них. Совсем про него забыла. Уже залезла посмотреть ролик, как делают остальные. И вспомнила, что еще крахмал надо. Надо будет себе туда подписать, в книжечку мою кулинарную. Вот. Пока я тут сижу, готовлю. Димочка у меня там опять рвет обои. Невозможно. Рвет и рвет он их. Прямо кошмар. Ну ладно, там хотя бы он в своей комнате их дорывает. А пока здесь свекровь жила две недели. Дима оторвал обои в коридоре. Ну вот они, видимо, не уследили за ним почему-то. Непонятно вообще каким образом. И в моей комнате оторвал. Конечно, он очень сильно, кстати, надышался этой пылью. И теперь вот у него появился кашель. То есть вот так вот. Там всякое обои эти старые. Там соседи 20 лет прожили в квартире. Ни разу не меняли обои. Ни разу не делали ремонт. Вы представляете, за 20 лет на обоях что там? Вообще может быть что? Это же ужас. И ребенок вот этим всем надышался. И вообще. Ну как будто, знаете, ощущение, как будто вот на том вот язычке. Как будто какие-то ворсинки. И он просто кашляет. Ну как не задыхается. Как будто они ему там щихотят. Как будто вот такое вот ощущение периодическое. Ну пройдет, конечно. Все это постепенно пройдет. Вот. Ладно. Не буду вас задерживать. Мне кажется, уже 6 минут болтаю. Еще плюс этот самый влог. Короче, я чувствую, мои влоги скоро будут не по 10 минут, а как раньше по 40 минут. Вот. Все. Давайте. Смотрите дальше, как мы что готовили. Сегодня прям день готовки. Тут сын сказал, что на обед он будет кушать кашу гречневую. Варю гречневую кашу. Он за это время бегает там. Здесь я вспомнила, что надо мне компот. Решила, короче, просто залить с киплом это все. Потому что варить это очень-очень долго. Вот. Я заливаю вместе с мятой. А-а-а, горячая рука. Потому что облепишка с мятой, кстати, очень-очень вкусная. У меня где-то даже на канале есть ролик. Что-то это. Малые ягоды, что-то там. Что-то это. Что-то маловато. Ну ладно, пускай так будет. Ставлю ужин. Это, господи, кабачки. И замороженные баклажаны. Посмотрим с вами ради эксперимента, что же с ними будет. В супе они были просто ужасные. Их жевать было нереально вообще. Смотрите, я здесь готовлю пирожки. Вот. Но отдельный ролик будет на них. Как я их готовила, эти пирожочки. У нас пирожки с абрикосиками. Осталось даже чуть-чуть абрикосов. Я думаю, они получатся очень-очень-очень вкусными. Смотрите, отдельный ролик. Сели мы кушать. Это Димина. Картошечка и кабачок. Кушай. Здесь у нас вот они запеклись. Баклажан запекся. Не водянистый. В принципе, кушать можно. Но хочется, чтобы он был более такой вот суховатенький. Как поджаристый такой-то. Ну и здесь моя. У нас уже стол освободился. Так, здесь у нас пирожки. На него будет, кстати, отдельный рецепт. Выйдет. Сейчас мы покушаем. Еще попробуем его на вкус. Какие же они. Разложим их по разным тарелочкам. Чтобы они остыли.